Девушки отдыхают Девочку, а потом мы сыграли в мародера и украли у нее маленькое жерелье Вот такие мы бесчувственные сволочи Что ж, нам больше нечего здесь делать, поэтому давайте выйдем в дверь Выходим Я так устал Мне нужно прилечь, хотя бы на минуту Черт убери, Джо, ты собираешься спать в отеле, где на стенах везде кровяка? Джо, ты совсем уже сдурел? Но придется поспать Поэтому давай, мужик Ложись на свой страх и риск спать И нам снится прекрасный сон Все мило и няшно, и мы утопили кота Ах Джо? Я вернулась! Где ты? Ты в ванной? Я иду туда! Сейчас будет интересное зрелище Привет, милый! Я не могу найти Люциферку! Куда подевался этот глупый кот? Он ведь никогда не пропускает обед Я его утопил, милая! Давайте прикроемся, скажем Не знаю, наверное, он вышел поохотиться Соврем ей Ага Это совсем на него не похоже Пропускать кормежку Джо? Что там в мешке, который ты сейчас спрячешь за спиной? Ах, ну ладно Произошел небольшой несчастный случай Несчастный случай? Пожалуйста, Джо Скажи, что с Люциферкой все в порядке Ну ты знаешь, это коробочка В ней хранятся разные иголки и нитки И да, давайте врать, как последняя сволочь Да? Шкатулка, которую подарила мне мама А что с ней? Ну, ладно Люцифер проглотил целую кучу иголок И страдал от невыносимой боли Боже мой Это ужасно! Бедная Люциферка Ну что там в мешке, который ты прячешь? Я... Я не хотела, чтобы он страдал Я положила его в мешок и утопил в ванне Что ты сделал? Ты утопил моего кота? Я никогда тебя не прощу Как ты мог? Я просто хотела избавить его от страданий Разве ты не понимаешь, что я поступил так? Из милосердия Прочь с моих глаз, Джо Уходи Я хочу побыть одна Интереснейшие сны снятся нашему Джону Но... Что это? Здесь какая-то бумажка? Открытка? Поздравление с днем рождения? Что там? Давайте почитаем Открытка Что же здесь? Посетите студию Черная вдова! ПС Джо, не пора ли свои нежные ручки А стекло? Кажется, кто-то хочет, чтобы я отправился В город Отправиться в город? Нам придется покинуть этот отель Ну знаете, я об этом совсем не жалею Давайте развеемся Сходим в городок Этот милый, прекрасный городок Боже, как я не хочу туда ходить Там наверняка обитают различные манеки Центр города Идем Церковь Ох, не люблю я церкви В хоррорах Ох, я их не люблю Ну ладно, идем В студию Какая молния, однако Что здесь такое? Здесь мусорный бак Может пороемся, как бомжи? Бак слишком тяжелый Я не собираюсь в нем копаться Все равно там только мусор Ну ладно, чувак Давай поиграем в бомжа Давай побудем бомжом Это же такая веселая игра Порыться в чужом мусоре Что это за объявление? Мне не нужна работа Да что ты говоришь? А даже если была нужна Ты бы стал здесь работать? Ну ты даешь Ха, я дернул за рычаг Но ничего не произошло Наверное, что-то делаю не то Да, ты явно делаешь что-то не то Но нам нужно как-то попасть туда Черт! Заперто! Заперто! Что же делать? Снимать штаны и бегать? Нет, я думаю, это Плохой вариант развития событий А что если поступить Как настоящие ворюги И с помощью молотка Разбить это окно Давай, ломай! Что? Молоток сломался, стекло? Русское стекло против китайского молотка? Какой ужас Хотя Нет, окно тоже разбилось Ну понятно Китайское окно против китайского молотка Что из этого получилось Было очень предсказуемо Но Теперь мы можем Зайти внутрь Или не можем Что? Ты не хочешь открывать дверь? Как же? Давай в окно Я не хочу порезаться А ведь именно это произойдет Если я разобью стекло кулаком Ну ты же, черт убери, чувак Разбил его только что Давай Влезь в дыру Отлично Мы входим О, какая секси Тут висит на календаре Вряд ли он не пригодится Это точно, чувак Это точно Пожалуй, я не буду это брать Хватит для того Что я уже вломился в эту сторожку Да ладно, чувак Это же просто пепельница Ты в своем кармане Отрубленную бошку вон таскаешь Свиной мозг Дробовик Отрубленную ногу Но не хочешь ты взять пепельницу? Знаешь, у тебя странные вкусы Что, панель управления? Смотрим Ничего не произошло Эх Печально А здесь В связи с закрытием студии Процедура открывания ворот изменилась Начиная с понедельника 23 сентября Для того, чтобы открыть ворота Один человек должен включить панель управления А второй в это время Должен потянуть за рычаг Который находится снаружи Усиление меры безопасности Направлено на то, чтобы избежать досадных инцидентов Мы никогда не забудем то Что произошло летом прошлого года А память о погибших друзьях Навсегда останется в наших сердцах Наш долг Позаботиться о том, чтобы это Никогда не повторилось Черт, что же там произошло? Это не одному тебе интересно, Джо Но, к сожалению, мы эту информацию не узнаем Может шкафчик обчистить, а? Ну, раз мы вловили в сторожку Надо же ее обчистить Это была бы хорошая идея Открываем шкафчик О! О! Ух ты! Какая красавица! Однако Что мы, кажется, в обморок упали От вида Что? Я в могиле? Где я? Я умер? Мы знали, что ты придешь, Джо Черви рассказали нам Черви видят все Они могут заглянуть в ваш мир И в мир живых И в мир мертвых Задавай свои вопросы И, возможно, мы на них ответим Но поторопись Она идет О, боже, ты мой Я разговариваю... Я разговариваю с трупами И я лежу в могиле Что же произошло? Где я? У этого места много имен Одни называются пустотой Другие могила Третий шесть футов под землей Четвертая гробница Но мы называем это... Рай с гнившей плоди! Ня! Как весело и позитивно! Рай с гнившей плоди! Откуда вам известно мое имя? Черт, вы зомбари! Черви рассказали нам Они все про тебя рассказали Черви похожи на людей Не доверяй им Потому что они черви И все, что они хотят И все, что хотят черви, Джо Это сожрать твои гнилые мозги Ха-ха-ха! Они забавны, эти черви Кто вы? Я давным-давно забыл свое имя А ты Черт, и я тоже Ха-ха-ха! Когда ты мертв, это уже не важно Все, что остается Это наблюдать и ждать И наблюдать и ждать Наблюдать и ждать Вы же мертвы! Значит, я тоже умер Он здорово врезал тебя по башке Но ты жив По крайней мере, до тех пор, пока она не выкопает тебя Тогда ты умрешь Смерть будет долгой и мучительной Но мы хотим помочь тебе, Джо Мы ненавидим этих мерзких червяков, которые пожирают наши тела Кусок за куском С минуты на минуту Возьми пушку, Джо Она уже откапывает тебя Она мечтает напиться крови Положи палец на курок Ты слышишь, как лопата бьет по крышке? Это она! Убей ее! Убей! Убей! Просто убей! И сейчас Перед нами стоит судьбоносный выбор Ждать Или выстрелить из пушки И от этого выбора зависит эпилог этой игры Не концовка, а эпилог Если мы выберем использовать пушку, эпилог будет плохой Чтобы был хэппи-энд, нам нужно выбрать действие ждать И да, кстати, это логично, потому что Айви в самом начале игры говорила, что мертвецы всегда врут Поэтому я думаю, что мертвецы нам соврали Нехорошие такие трупачки Это наверняка никакая не королева червей Это, наверное, кто-то другой Поэтому выбираем действие ждать Эм, я сплю? Нет, постойте Я убежала Я в отеле Я заснула Значит, этот сон мне снится, что я не сплю Да это же фильм «Начало» Боже мой Это ты! Отличный сон! Видли Вейло Это в самом деле ты? Скандинавский бог рок-музыки! Здесь, в моей комнате Это лучший сон в моей жизни! И он выглядит таким правдоподобным! Ох ты! Ты права, Агнеса Этот сон... Но очень важный Конечно, это важный сон, ведь в нем есть ты! Милая Агнеса, он даже важнее, чем ты думаешь Ты должна выйти из комнаты и спасти одного человека Но... Кого? Что случилось? Этого я не могу сказать Почему? Я же твоя поклонница! Думаю, в каком-то смысле ты в долгу передо мной Агнеса, соберись! Я же сказал, это не обычный сон Твой разум находится в мире снов, но твое тело бодрствует Я не могу рассказать тебе всего Но я дам одну важную подсказку От нее зависит чья-то жизнь Я не знаю, что уготовило нам проведение Возможно, твоя судьба уже решена А если так, то ты могла бы присоединиться ко мне после смерти О боже, значит ты мертв Значит ты больше не будешь писать песни А я так ждала выхода нового альбома Соберись, я сказал Запомни подсказки В одной шахте, где остановилось время Ты найдешь лопату Найди место, где лежит сокровище И копай глубоко Это все, что могу сейчас сказать Но я пойду с тобой и буду помогать тебе Ты готова, Агнеса? Ну, наверное, ты меня разыгрываешь Но раз ты просишь об этом, я попробую Тогда идем И что ж, у нас теперь новый персонаж Это девушка по имени Агнеса Которая в самом начале игры просила у партии сигареты Она кричала Почему в этом отеле нельзя курить? Почему? Я же хочу умереть от рака легких И она ходит в свадебном платье Видимо, она сбежавшая невеста И но почему-то она вместо того, чтобы спать В спальне у своего жениха Спит в каком-то захудалом отеле Спасибо, но мне нравится моя одежда Тебе нравится твое свадебное платье, да, милашка? Так, забираем у нее одеяло И простыню С кровати Нет, я не хочу ложиться Разве что со мной ляжет Вилди Агнеса, у нас нет на это времени Думай о своей цели Я просто думаю вслух, вот и все Ах, и она, судя по всему, очень обожает этого мертвого мужика Который явился привидением в ее сне Чтобы помочь Выкопать ей одно сокровище Я думаю, вы догадались, какое сокровище Агнеса должна выкопать Но нам нужно связать Эту простыню и одеяло Я связала их Теперь Берем их И Привязываем их к двери Тут есть дверная ручка Давай Наводись, наводись, наводись Наводись на дверную ручку Ты сможешь, чувак Да Мы навели на дверную ручку Соображаешь, Агнеса? Теперь мы сможем вылезти через окно Вылазим в окно И мы оказываемся в городе Отвратительная погода Я ненавижу эту страну Ну вот мы снаружи Может, дашь мне еще Несколько подсказок Боюсь, что сейчас Это невозможно Тебе придется заниматься этим Самостоятельно Ладно, ладно Ну тогда Себя выпивка Так, наша милая Агнеса Требует выпивку с привидения Ну что только не увидишь В этом странном городке Агнеса, могу я задать тебе один вопрос? Конечно Что ты хочешь узнать? Почему на тебе Садебное платье? Ты что, только что замуж вышла? Или собираешься? А? Это? Нет, на самом деле Все очень просто У меня есть небольшая компания Йокшири Мы продаем и даем На прокат подвиничное платье Я честно нашел Одно из них Это своего рода Реклама Хочешь, дам тебе визитку? Нет, спасибо Вряд ли мне может Когда-нибудь понадобится Садебное платье Да, наверное, ты прав Оно тебе не подойдет Что верно, то верно, милая Оно ему не подойдет На самом деле Она сейчас нам собрала У нее нет Никакого рекламного агентства И это платье Она носит вовсе Не ради рекламы Вот в эту Морку Как раз таки Вошел Джо Но, к сожалению Если мы войдем туда То шкафчик окажется Закрытый И В этом нету смысла Туда отправляться Поэтому идем На Другую сторону улицы Могу я задать тебе вопрос Только не про твое задание Нет, конечно С чего ты взял Я хочу знать Почему ты паришь в воздухе Словно какой-то призрак Агнесса Я просто посланник в твоем сне Мой образ создан твоим разумом Это твое посознание Позволяет мне летать Если так То я тоже могу летать, да? Нет Извини Но Не спрашивай Забудь об этом, ладно? А я так мечтала полетать Во сне Ну ладно Придется Выживать Более Реалистичными методами Итак Тут есть музей восковых фигур Внутрь можно попасть Только через дверь Поэтому давайте Отправимся В этот музей Входим И поднимаемся Судя по всему На какой-то чердак Мы уже пришли? Не могу тебе это сказать Знаешь А тебе никакого прока Тогда зачем ты идешь за мной? Черт побери Ну Так Мы пришли Теперь ты довольна? О да, чувак Я довольна Сохраняемся Сохранимся Ну что ж Мы сохранились И посмотрим на эти восковые фигуры Их судя по всему дел Какой-то трехлетний ребенок Потому что Настолько они извращены И некрасиво выглядят Они выглядят такими фальшивыми И так ясно Что они Ненастоящие Настоящие Лопата Лопата С помощью лопатки Мы сможем откопать Бедного Джо Пойдем Отлично Агнеса Уходим отсюда Ко всем чертям Пока Ой Ой Что? Что за? Беги Беги Агнеса Беги Через черный ход И прячься скорее Нехило Нехило Он рубит этого бедного Бедли Давай бегом 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 Агнеса Беги Беги Форест Беги Давай Интересно Интересно Черт поверь Затан Сумасшедший Маньяк Агнеса Давай скорее Бегом 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 Маньяк Маньяк уже близко Черт я побрал Беги в дверь Скорее 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 Давай беги Форест Беги Беги Быстрее Входим В этот шкафчик Что ты так тупишь Агнеса Скорее Залазь в шкафчик Шкафчик Это наше все Залазь Открывайся Прячься Что? Где я? Кто я? И зачем? Эй Здесь есть кто-нибудь? Ох Добро пожаловать В мои ладения Путешественница По миру снов Что? Какого Лешего? Что? Кто вы? И где вы? Она Сзади тебя Меня боятся все Обожают лишь черви Пожиратели плоти Я короля у мертвецов Но ты дитя Можешь не бояться меня Ты Не в моей власти По крайней мере Пока Сегодня Я предлагаю тебе Убежище Место Где ты сможешь укрыться От того Кто конится за тобой сейчас Добую свет Нет Оооо Нифига себе Убежище Что это за место? Это вход В мои скромные Владения Обычно Те Кто приходят Сюда Остаются здесь Навсегда Если ты пройдешь По этим бесконечным коридорам То точно попадешь в ад Тогда Я не пойду Конечно Именно поэтому Я и предупреждаю тебя Дитя мое Если не возражаете То я пожалуй Пойду домой Да Я тебя не задержу Человек который шел за тобой Больше тебя не побеспокоит В гробу справа Ты найдешь Ключ от двери Кроме того Там лежит подарок Для того С кем ты очень скоро встретишься Для кого? Я не хочу портить сюрприз Дитя мое Ладно Тогда я пойду Спасибо за то Что спасли меня Странная леди Прощай Когда мы встретимся снова Я буду настаивать Чтобы ты называл меня Ваше величество Вы конечно ничего Но Я постараюсь Чтобы мы Не скоро встретились И да У вашего величества Очень прекрасные хоромы Вы посмотрите Только на это Это как дыра Не стоит туда заглядывать Дитя мое Но почему Не стоит Что там такое Когда-нибудь Ты сама узнаешь Но не сейчас Хорошо Хорошо Это наверняка Заровато Я лучше Я лучше Обойдусь Я не любопытная Варвара Я не буду туда смотреть Не Зачем мне это Ладно Придется порыться в гробу Чтобы достать ключ Итак Мы получили ключ И патроны Для дробовика Неплохое начало Кстати у Джо был дробовик А у нас есть патроны Если их совместить То получится Очень неплохое оружие Для самообороны От того маньяка Которого мы Видели Что ж Неплохо Неплохо Нам надо как-то Открыть дверь Поэтому берем Ключ И уходим Из этого странного дома И больше никогда Мы сюда Не вернемся Возвращаемся В отель Я думаю Ты уже достаточно Намокла Подождем Хватит тут Зарабатывать пневмонию Входим в отель Тихая гавань Сохнем Я бы с удовольствием Зашла туда И выпила бы Горячий кофе Я так чувствую Что я должна Здесь остаться И сделать кое-что еще Ну конечно Давайте-ка Пойдем в сад И сделаем то О чем нас спросил Тот дух Музыканта Которого зарубили Топором Нет Представляете Привидение Зарубили топором Чего только Не придумают Могила Я не могу Копать землю Голыми руками Ну действительно Нежинка Зачем копать Голыми руками Берем лопату И Ать два Ать два Наконец-то Скоро я получу награду Только бы Не проснуться Раньше Чем я откопаю Это сокровище Давай Некоторое время спустя Джо Мужик Ты спасен А Значит Ты и есть Мое сокровище Не обижайся Но я слегка Разочарована Тебе придется Объяснить мне Кое-что Так Она что Сейчас Заплакала И что Джон Столько Некрасивый Ну что Ну что Это такое Агнеса Слушай Кто бы ты ни была Спасибо что Вытащила меня Из этого Вонючего Гроба Ну Сон Сон О чем Сон У нас Серьезные Проблемы Это злое Место И все Что его Окружает Тоже Это женщина Она Она похитила Мою жену Мы Мы должны Мы должны Ее Остановить Ладно Ладно Как нам Это сделать У тебя есть План Или нам Нужно Просто Зайти туда И убить Эту суку Я не хочу Втягивать В тебя Это дело Я даже Не знаю Твоего Имени Ты можешь Пострадать А можешь Даже Погибнуть Послушай Это самый Страшный Сон В моей Жизни Но я До сих пор Не погибла Со мной Все будет В порядке Кроме Того Я хочу Знать Чем Все Это закончится Не напрасно Я все Это прошла Сон Да Сон Послушай Это долгая История Но даже Если все Очень похоже На реальность На самом деле Это просто Плохой сон Но ведь Я же ранен У меня Голова Раскалывается Во сне Голова Не болит Для меня Ты просто Персонаж Из сна Который Пытается Убедить Меня в том Что это Не сон Можешь Попытаться И дальше Это сделать Но в глубине Души Я знаю Что все Это создал Мой Спящий Разум Значит В каком-то Смысли Ты Это Я Полагаю Что мог бы Сказать А тебе То же самое Может Я сплю А ты Просто Успоминание Человеки С которым Я когда-то Был знаком Да Ущипнешь Меня Чтобы я Исчезла Какие Предложения Слушай Это все Не очень важно Может Мы Два разных Человека Которые Заснули В разных Местах И случайно Встретились В одном И том же Сне Ну В это Я могу Поверить Ну Хорошо Я знаю Что делать Единственный Способ Вернуть Мою жену Заключается В том Чтобы Убить Четыре Успоминания Этой Женщины Ее Зовут София Она Живет В этом Отеле Я знаю Это звучит Невероятно Но Весь Отель Это Сплошное Безумие Четыре Успоминания Чем же Это Поможет Твоей Жене Это Сложно Объяснить Я Сам Точно Не Знаю Она Кажется Напитается Постоянцами Отеля Она Пытается Располнить Каннибал Люблю Читать Книжки Про Людоедов Какая Милая Девчуля Софи Не Человек По крайней Мере Она Не живая Вероятно На призрак Убив Четыре Вспоминания Четырех Различных Периодах Ее Жизни Мы Уничтожим И саму Софи Надеюсь Мне сказали У меня Еще Есть Время Я Могу Еще Спасти Айви Вот Теперь Ты Несешь Полнейший Бред Возьми Се В руки Думаю Что Сначала Мы Могли Поговорить С ней Но Если Переговоры Ничего Не Приведут Надеюсь У тебя Найдется Оружие Мне Такое Чувство Что Оружие Тебе Понадобится Значит Ты Со Мной Ну С Таким Ж Успехами Могу Пойти За тобой Отлично Меня Зовут Джо Дэвис При этом Познакомиться Джо Меня Зовут Агнеса А А это Тебе Какая-то Старога Сказала Что это Подарок Для тебя Патроны Для Дробовика Да Разочарован Вовсе Нет Бойприпас Это Именно То Что Мне Нужно Идем В отель А то У меня Прическа Размокнет Как же Мне надоела Такая Погода Но Я хочу Предупредить Тебя Я не Настроена Убивать Хочешь Убивать Свои Воспоминания Пожалуйста Но Только Делай Это Сам Ну Вот Нам Подарили Прекраснейший Патрон Для Дробовика Давайте Сразу Заряжем Дробовик Чтобы Если Что Быть Наготове Так То Лучше Это Уж Точно Джо И О Какой Прическе Ты Говоришь Агнеса Ты Вроде Уже Несколько Часов Находишься Под Ладно Хочется Зарабатывать Дневмонию Идем Ты Чувствуешь Запах Мертвецов Они Повсюду Насчет Мертвецов Не знаю Но Кошачий Запах Тут Присутствует Кошачий Да Кошачья Моча Воняет Со страшной Силой Ты Не Чувствуешь Я Не Понимаю О чем Ты Странно В этом Отеле Разные Постояльцы Чувствуют Разные Запахи Все Это Очень странно Давайте Съездим На четвертый Этаж Номер 401 Странно Он как-то Открыт Черт побери Мне это не нравится Джо Почему ты стоишь На платье Агнессы Чувак Отойди От нее Пойдем Туда Что там О Старая Знакомая Здравствуйте Мистер Дэвис Никогда Я бы не подумала Что у вас Это получится Итак Мы снова Встретились Но на этот Раз Вы Ответите Мне на Мои вопросы Но я уже все рассказала Что он требовал знать И вы все равно Обвиняете Во всем Меня Вы должны были Предупредить нас Сказать Чтобы мы Уезжали Отсюда Мистер Мистер Дэвис Я не занимаюсь Благотворительностью Я Я же не могу Попрогонять клиентов Верно Это было бы Верхом грубости Значит Все это Ваших рук Дело Нет Это отель Он воздействует На ваш разум Он хочет Убедить вас В том Что это реальность Он хочет Чтобы вы Умерли И остались Здесь Навсегда Мне следовало Бы вас Прикончить На месте За то Все Что вы Сделали Нам Так сделать Это Мистер Дэвис Нет Это Ничего Не изменит С таким же Успехом Могу Сохранить Вам жизнь Ха Не ожидался Такое От жестокого Убийцы Мы же Оба знаем Что вы Сегодня Пролили Кровь Ах Вы Плохой Мальчик Очень Очень Плохой А ведь Крови Будет Еще Больше Откуда Вы знаете Это все Фантом Я обивал Только призраков Ну как Скажете Вам Что Мы уже Все И так Призраки Мы все Лишь Мертвые Души Которые Мечтают О спасении Заблудшие Напуганные Одинокие Сбитые С толку Раньше Я была Очень Одинокая Но Это было Давным Давно Но Никто Не пришел Ко мне Я ждала И ждала И мир Каким Я его знала Исчез Одиночество И сметание Красили Все В черно Белый Серый Цвет И В красный Каждый Раз Когда я Смотрела На свою Руку То Видела Кровь Бегущую По Венам Я Видела Призраков Которые Прятались В стенах Они Говорили Со мной Они Сказали Мы Ждем Тебя В наших Холодных Объятиях Ты Обретешь Счастье И Что Случилось Здесь Десять Лет Назад Я Забралась На эту Табуретку И Накинула На шею Петлю И Прыгнула Это Было Прекрасно Стоит Ли Мне Говорить О том Что Именно Произошло В этой Комнате Да Она Всегда Была Моей Любимой Так Мы Уже Поняли Что Это Лишь Один Фантом И Что Тут Висит Ее Мертвое Тело Интересно Почему Она За Десять Лет Так И Не Сгнила Очень Странно Видимо Ее Кремировали Как Ленина Ладно Расскажите Мне Софи Бедная Душа Сколько В ней Гнева Сколько Печали Вы Уже Много О ней Знаете Возможно Она Заслуживает То Что Вы С ней Делаете Она Убила Мою Жену Но Вы Собираетесь Ее Спасти Ведь Так Мистер Дэвис Мне Нужно Знать Все О Запасном Генераторе Котором Нужен Доктор Узе Доктор Узе Сказал Что Вы Знаете Доктор Он С самого Начала Использовал Вас Он Хочет Чтобы Вы Выполняли Его Поручение Бегали Туда Сюда Ты Удивишься Но На самом Деле Он Послал Тебя За Свежим Мозгом Для Его Эксперимента Он Не Сказал Вам Об Этому Верно Ха Хитрая Старая Крыса И Вы Ему Поверили Что Этого Не Может Быть О Да Дорогой Мистер Дэвис Этот Доктор Злой Человек Это Лживое Ублюдо Хочет Использовать Вас А затем Убить Но Как Мне узнать Что Вы Не Лжете Ну Никак Но Я Вам Кое Что Скажу В В этом Отеле Нет Запасного Генератора И Никогда Не Было Если Вы Скажете Ему Об Этом То Он Ответит Что Есть Еще Один Способ Добыть Электричество Для Его Машины Это Другой Способ Заключается В том Чтобы Использовать Энергию Грозы Он Попросит Вас Подняться На крышу И вставить Железный Пруд В машину Которую Разместил Там Давным Давно Потому Что Он С самого Начала Знал Что Так И Почему Но Вы Мне Нравитесь Давайте Сыграем В Одну Игру Вы Пойдете За Мной А Я Буду Оставлять Для Вас Подсказки Подсказки Да Кто Знает Может Вам Удастся Получить Даже Больше Чем Вы Рассчитывали Я Так Долго Была Одна Мистер Дэвис Я Вам Окажу Услугу Вы Не Забудите Об Это Правда Просто Покажите Мне Как Попасть На Крышу Ой Какой Вы Скучный Холодный Неудивительно Что Жена Хотела Вас Бросить Это Не Ваше Дело Кроме Того Не Важно Подумайте Об Этом И Скажите Когда Будете Готовы Итак Милая Девушка Портье А Милый Дух Девушки Портье Вышел За Дверь И Посмотрим Что Блузка Блузка Она Сняла Блузку О Я чувствую Нас Ожидает Интересная Погоня Но Мы Продолжим В следующей части А пока Что Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь На Мой Канал Всем Счастья И Добра До Свидания